Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск дня Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала, как всегда, коротко о главных его темах. По результатам подсчета 98% протоколов продолжает лидировать партия социалистов. ПКРМ требует возбудить уголовное дело против председателя Центра Сбиркома. Агентство Молдсильева подготовило на продажу в этом году свыше 20 тысяч елей и сосен. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Юрия Чокана, окончательные результаты воскресного голосования будут объявлены в пятницу 5 декабря. И в продолжение темы партия коммунистов готовится к досрочным выборам. Председатель формирования Владимир Воронин заявил сегодня в ходе пресс-конференции, что ПКРМ не признает результаты голосования и будет требовать проверку конституционности трех решений Центральной избирательной комиссии. А именно о регистрации коммунистов-реформаторов, о внедрении электронного регистра, который не работал в большинстве избирательных участков, и допущении замаскированного избирательного блока ПСРМ, который имел в списках кандидатов председателя партии «Единая Молдова» Владимира Цуркана. Владимир Воронин добавил, что его партия потребует отставки всех членов ЦИК и возбуждения уголовного дела в отношении ее председателя Юрия Чокана, поскольку, цитирую, «подобные нарушения носят не только административный, но и уголовный характер». Юрий Чокан заявил журналистам нашего канала, что никак не комментирует обвинения Воронина. Также лидер коммунистов сказал, что не ждет ничего хорошего от нового парламента. И если результаты выборов все же будут признаны, фракция ПКРМ не станет сотрудничать с проевропейскими партиями, которые, скорее всего, составят парламентское большинство, и уйдет в оппозицию. Воронин подчеркнул, что они готовы сотрудничать с другими оппозиционными силами вне зависимости от их цвета, но вряд ли это будет ПСРМ. Еще об итогах прошедших выборов и реакции политиков, наблюдателей и их заявлениях, а также о других событиях дня узнаем из рубрики «Короткой строкой». Российская Госдума признает выбор народа Молдовы, сделанный 30 ноября. Об этом заявил глава комитета Палаты по делам СНГ, Евразийской интеграции, связи с соотечественниками Леонид Слуцкий. «Мы уважаем выбор молдавского народа и надеемся на сохранение конструктивного сотрудничества с парламентом этой страны при любой его конфигурации», – подчеркнул Слуцкий. Международные наблюдатели в целом позитивно оценили парламентские выборы в Молдове, заявил в понедельник спецкоординатор миссии наблюдателя ОБСЕ Эмин Онен. Управление процессом было в целом хорошим, за исключением функционирования электронной системы учета избирателей. Он также заявил, что голосование прошло свободно, однако снятие с выборов партии «Патрия» бросило тень на заключительные дни предвыборной кампании, – подытожил Онен. «Между тем, как стало известно, сегодня у активистов партии «Патрия», лидером которой является Рината Усатый, снова прошли обыски. Двое членов политформирования были задержаны», – заявил в рамках сегодняшней пресс-конференции представитель «Патрия» Александр Петков. «Мы расцениваем эти действия как попиющее нарушение всех демократических норм и стандартов. Это преступление против прав человека. Правящий режим такими действиями демонстрирует свою слабость, проявляет ее в тот момент, когда идут переговоры по созданию так называемой проевропейской коалиции», – заявил Александр Петков. Преследование девятерых членов политформирования продолжается в рамках сабрикованного еще летом уголовного дела о контрабанде, – сообщают представители «Патрии». Решение Высшей судебной палаты об аннулировании проведения дополнительной эмиссии акций Банка Деэкономии, в результате которой доля государства в финансовом учреждении снизилась с 56 до 33,3%, застала врасплох бывшего председателя административного совета Банка Илана Шором. «Мы удивлены принятием такого решения. Мы самым внимательным образом проанализируем его, после чего прибегнем ко всем законным способам, чтобы обратистовать его», – говорится в сообщении для прессы. В пятницу губернатор НБМ Дарин Драгуцанов сообщил о назначении специального администратора в Банке Деэкономии. Им стал Ион Ропот, глава управления по специальному надзору Нацбанка. Потенциальные депутаты нового парламента – демократ Сергей Сырбу и социалист Богдан Цырдя – выступили с взаимными обвинениями в ходе передачи на одном из частных телеканалов. Сырбу заявил, что избирательная гонка была очень трудной, а люди часто были введены в заблуждение из-за кампаний, проводимой социалистами. В свою очередь Богдан Цырдя обвинил ДПМ в том, что партия захватила основные должности государства и готовится снова распределить кресло. А пост генерального прокурора вновь достанется Демпартии, считает Цырдя. Проевропейские партии получат в новом парламенте 56 мандатов. Такие данные приводит Ассоциация Промолекс по результатам быстрого подсчета голосов на 690 избирательных участках. Согласно данным, ПСРМ и ЛДПМ получат по 24 мандата, ПКРМ – 21, ДПМ – 19, ЛП – 13 песел в законодательном органе. Суммарно получается 56 мест. Председатель партии либерала-реформаторов Ион Хадырко, который по результатам воскресных выборов не попадает в законодательный орган, заявил, что сбой в работе электронного регистра ставит под сомнение итоги голосования. «Мы по этому поводу направили процесс в Центрсбирком, ведь это серьезное нарушение законодательства», – заявил Хадырко. Напомним, во время голосования произошла блокировка системы электронного подсчета голосов. Председатель ЦК Юрий Чикан тогда признал наличие сбоя в системе, но заверил, что ситуация под контролем. Экономическое информационное давление на Молдову продолжится и после выборов, а потому про европейским партиям необходимо срочно договориться о новом альянсе за европейскую интеграцию. Такое заявление было сделано председателем ЛДПМ Владом Филатом в интервью каналу Евроньюз. «Необходимо как можно скорее достичь соглашения, ведь очевидно, что и после выборов не прекратятся попытки свернуть нашу страну с пути европейской интеграции», – подытожил лидер либерал-демократов. Несколько грузовиков застряли в пробке из-за снегопада вблизи Унген. Они не могут подняться в горку, на дороге образовалась гололедица, а специальные средства не были посыпаны на дорогу. Слой снега там достиг 4 сантиметров. В этом году агентство Молдсильва выставляет на продажу более 20 тысяч елей и сосен, а также веточки, которые остаются после обрезки деревьев. Наибольшее количество елок предлагают питомники лесхозов Единиц, Гладиан, Яргары, Бендер. Деревца достигает от 1 до 6 метров, а начальная цена остается на уровне предыдущих лет. Метр елей по 36 леев, а сосны по 25 леев с учетом НДС. Веточки по 8 леев. Вырубка ели в питомниках начнется на следующей неделе и завершится 31 декабря, в зависимости от спроса. В случае незаконной вырубки еловых деревьев физическим лицам грозит штраф от 40 до 50 условных единиц, юридическим от 400 до 500. Далее о событиях этого дня за пределами нашей страны. Жертвами сильнейшего наводнения на юге Франции стали 5 человек. Более 3,5 тысяч жителей региона эвакуированы. В эпицентре разбушевавшейся стихии оказались департаменты ОТ и Атлантические Пиренеи. Там объявлен высший красный уровень опасности. Из-за непогоды обесточенными оказались целые районы юга страны. Военнослужащие, сотрудники пожарно-спасательной службы и волонтеры принимают участие в поисково-спасательной операции. Непогода бушует и в Испании. Там сообщается об одном погибшем. Ураганный ветер с корнем вырывал деревья, сносил крыши домов. Проливные дожди привели к разливу рек. Многие автодороги размыты. О других новостях из-за рубежа узнаем из рубрики «Вокруг света». Ливанские военные задержали жену и одного из сыновей главаря экстремистской группировки «Исламское государство» Абубакра Аль-Багдади. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Аль-Арабия, арест произведен на пограничном переходе между Ливаном и Сирией. По данным местных СМИ, родственники Аль-Багдади пересекали границу по поддельным документам. Летом 2014 года группировка «Исламское государство» провозгласила халифат на территориях Сирии и Ирака. Боевики ИГ постоянно выкладывают в интернет видео зверских расправ с пленниками. В результате террористической деятельности группировки в Ираке погибли несколько тысяч мирных жителей. Сотрудница Национального комитета Республиканской порты США Элизабет Лоттон раскритиковала дочек президента Обамы за манеру одеваться и обвинила их в неуважении и несоответствии статусу семей первых лиц государства. «Дорогие Саша и Мали, одевайтесь так, чтобы вызывать уважение, а не как будто вы собираетесь заскочить в бар. И, конечно, не стоит корчить рожи во время телевизионных эфиров», – написала ранее Элизабет на своей странице в Facebook. Комментарий вызвал шквал критики в социальных сетях. Элизабет пришлось извиниться и удалить свое сообщение. Французский актер Ален Делон расстался со своей коллекцией пистолетов позапрошлого века. Они ушли с молотка за 210 тысяч евро. Оружие использовалось при съемках различных фильмов и имеет собственную богатую историю. Так, Винчестер 30-го калибра вместе с Патронташем и Кабурой подарил Делону ветеран Голливуда Стив Макуин. А из культа модели Фронтиер звездный владелец стрелял в вестерне «Красное солнце». Вместе с оружием на торги были выставлены фотографии со съемочных площадок и афиши. И в заключении информация от Национального банка Молдовы о курсе валют на завтра. Снова значительно сдает свои позиции молдавский лей, упав по сравнению с евро на целых 9 пунктов. Таким образом, единая европейская валюта завтра будет стоить 18 леев 76 банов. Целых 10 банов наберет американский доллар. Его цена составит 15 леев 8 банов. Вырастет румынский лей, правда, всего на 2 пункта достигнут отметки 4 леи 23 бана. Упадет же лишь украинская гривна на 1 пункт до 98 банов. А вот российский рубль останется на сегодняшней позиции – 28 банов. Таким был этот день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я, Жаля Зикаряк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин